Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого и это выпуск «Мнение дилетанта». Он называется «12 приемов полемики или пособия по интернет-спорам». На самом деле, как и в случае с видео про фашизм, про несколько, сколько там, 12 признаков фашизма, по-моему, тоже было, тут я себе на помощь призываю знаменитого писателя Карла Чапыка, чешский фантаст, который, например, придумал слово «робот», именно он это придумал, и написал отличный роман «Война с саламандрами», всем рекомендую почитать. Его считают романом, в котором в художественной форме показан фашизм. И я использую сейчас эссе Карла Чапыка, которое называлось «12 приемов литературной полемики или пособия по газетным дискуссиям», но сейчас я его буду адаптировать, собственно, под современные реалии. Оно написано в стиле вредных советов, то есть как раз этими приемами не стоит пользоваться в споре. Я давно хотел сделать подобное видео, потому что стиль общения многих комментаторов у меня оставляет желать лучшего. Да и вообще в русскоязычном интернете народ вместо того, чтобы действительно общаться и находить истину в спорах, предпочитает вот пользоваться этими приемами литературной полемики, чтобы просто унизить, оскорбить оппонента и так далее. Я прошу как раз не пользоваться этими приемами в комментариях к моим видео. Если вы действительно хотите общаться с людьми, просмотрев это видео и исключив из своего арсенала эти приемы, вы обретете друзей, счастье и нирвану. Ну а теперь к этим самым правилам давайте перейдем. Прием первый. Смотреть свысока. Он состоит в том, чтобы дать почувствовать оппоненту свое моральное, интеллектуальное превосходство. Или иными словами дать понять, что противник, человек ограниченный, слабоумный, туповатый, не владеет вопросом. А еще лучше мошенник, подонок, несет бред. Ну вообще вот у меня в комментариях некоторым в инвидио люди начинают писать, что ты за бред несешь, что за чушь. Вот я подобные комментарии просто дальше не считаю, сколько бы человек не накатал, какой бы простый. Не хочет со мной на самом деле общаться. Он хочет показать, что я дебил. Я могу сразу со всеми подобными оппонентами согласиться. Да, я дебил, дурак, кретин, как угодно меня можете называть. И дальше просто не смотрите мои видео и не общайтесь со мной. Потому что подобный стиль разговора не ведет к нормальному общению. Он ведет просто к оскорблению. Ну и после того, как человек самоутвердился, назвав меня графоманом или болтуном, он начинает в комментариях этот такой барско-поучительный тон, где, видимо, сообщает очевидные для него вещи, в которых я не понял чего-то. И поэтому такую чушь и бред несу в своем видео. Полемизировать, не соглашаться и при этом сохранять уважение к оппоненту – это вот не в стиле этих товарищей. Как же так? Прием второй Карл Чапок называет терминологией. Этот прием заключается в использовании специальных полемических оборотов. Например, если я скажу, что кто-то в чем-то неправ, ну, например, Вася неправ, то он мне в ответ отвечает, что я вероломно обрушился на него. Вместо слова «протестуют» лучше использовать слово «брыжет слюной». Вместо того, что я отметил что-то в действиях российских политиков, надо сказать, что я клевещу на российских политиков. Вместо слова «критикуют» лучше использовать словосочетание «обливает грязью». Ну, вы поняли, да? То есть вот такое подмена, особенно я помню, это было после видео о совке, где куча комментариев, что я обливаю грязью Советский Союз. Хотя на самом деле, естественно, я его критикую. Ну и в итоге получается, даже если вы тихий и безобидный, словно ягненок, то с помощью таких выражений вы вполне можете быть описаны как сумасбродный, раздражительный, безответственный и отчасти даже ненормальный. И это, кстати, еще и с точки зрения оппонента объяснит, почему он на вас набрасывается с таким жаром и пытается защититься от вашей ругани, нападок и брани. Третий прием Карл Чапок называет «капут канис». С латинского это можно перевести как «приписывать дурные качества». В некотором смысле это вытекает из предыдущего пункта. Этот прием состоит в том, чтобы употреблять оба оппоненте только такие выражения, которые помогут составить о нем только отрицательное впечатление. Например, если вы осмотрительны, то вас можно назвать трусливым. Если вы остроумны, то, естественно, скажут, что вы только претендуете на остроумие. Этой шуткой может воспользоваться только Евгений Петросян. Если вы склонны к простоте объяснений чего-либо, вас назовут тривиальным и банальным. Если наоборот к абстрактным объяснениям, то заумным с холастом. Для ловкого спорщика на самом деле вообще не существует каких-либо качеств, которые нельзя было бы представить в отрицательном свете. А еще лучше наклеить ярлык на оппонента, чтобы показать его тупость, поразительную пустоту и ничтожество. Четвертый прием опять по латыни non-habit, что можно как перевести «констатировать отсутствие». Например, если вы серьезный ученый, то над вами можно одержать победу в споре, применив предыдущий прием, назвав, что вы тугодум или болтливый моралист, опираясь на ваши качества. А четвертый прием опирается на отсутствие у вас каких-то качеств. То есть если вы человек ума, то вас можно обвинить в том, что у вас не хватает тонкой фантазии, легкого остроумия и непосредственности чувств. Если же вы наоборот человек с теми качествами, что я описал, то можно сказать, что вам не хватает твердости принципов, глубины убеждений, что, опять же, очень часто мне пишут, например, в комментариях. И вообще моральной ответственности. Вот это такая штука. Если ты видеоблогер, тебя смотрит много людей, то у тебя должна быть моральная ответственность за то, что перед ними ты говоришь. У меня есть вообще-то моральная ответственность за все слова. Я за все слова, которые я вам говорю, готов отвечать. Потому что я говорю в то, что верю или то, что считаю правильно. Если вы рассудочны, то вы ни на что не годитесь, потому что у вас нет глубоких чувств. Если наоборот вы чувствительны, значит вы тряпка, потому что у вас нет рациональных принципов. В общем, ваши подлинные свойства и положительные качества не имеют значения. Надо найти то, чего в вас нету, и с помощью четвертого приема втоптать вас в грязь. Пятый прием еще изощрённее. Называется «Негаря» и можно перевести как «Отрицать наличие». То есть в данном случае как раз оппонент будет отрицать те качества, которые в вас есть действительно. И это прокатывает просто потому, что очень многие остальные читатели вашего спора просто ничего не знают о вас. Ну, например, опять же, если вы разбираетесь в какой-то сфере, пишете о ней комментарий, все по полочкам раскладывая, исходя из своего собственного опыта, ничто не мешает комментаторов сказать, что вы болтун, дилетант в этой сфере и пустозвон, который ничего не понимает в обсуждаемом вопросе. И повторюсь, опять же, не знающий вас человек может принять это за чистую монету просто потому, что он вас не знает, а бывает такое, что знающие вас люди тоже злорадно принимают этот факт просто потому, что, например, им не нравится ваша точка зрения, их развлекает, что кто-то использует против вас ваши же качества. Шестой прием называется имаго или подмена. О, это очень часто используется в комментариях к моим видео, в спорах со мной. Проще говоря, подмена понятий. Я в своем видео говорю о чем-то одном, а комментатор ловко подменяет то понятие, о котором я говорю, и сознанием дела его уничтожает в своем комментарии, не оставляя камня на камне от моих доводов. Хотя я говорил совершенно о другом. Часто додумываются мысли, о которых я не говорил, то есть там берется, ага, ты сказал вот это и вот это, значит вот это, и над этим, против этого пишется огромный комментарий. Хотя иногда просто мысли используют, которые мне даже в голову не приходили. Здесь я скажу, что скорее всего это не специально делается, а от такого некоего двоемыслия, которые присущи бывшим советским людям додумать. Но есть еще такое прекрасное правило, все, что может быть понято неправильно, будет обязательно понято неправильно. А потом в комментариях яростно опровергнуто. Седьмой прием называется пугно, избиение, и он в некотором смысле созвучен предыдущему. И он основан на том, что противнику или его концепции присваивается какое-нибудь сложное название, и исходя из этого, собственно, эта концепция всячески обыгрывается. Ну, например, меня постоянно либерастом называют, хотя, честно говоря, по моим политическим предпочтениям я скорее все-таки буду ближе к левому флангу, но не важно. Вот я либераст, и исходя из этого, все мои какие-нибудь идеи в комментариях разбиваются в пух и прах, даже если к политике и либерализму это не имеет никакого отношения. Так можно и со всеми другими поступать. Если человек гей, ага, гомосексуалист, и понеслась. То есть не важно, о чем он вообще говорит, даже это не связано никак с сексом, предположим, нет. Гомосексуалист и против этого. Филателист, боже мой, нет, только не они. Они там акмеист или футурист, и их разобьем. Очень удобный прием. Принимайте на вооружение. Восьмой прием называется Улисс или Одиссей. Это человек, который стал символом хитрости, то бишь просто использовать хитрость. Этот прием заключается в том, чтобы уклониться от главной темы спора и говорить не по существу вопроса. Благодаря этому полемика оживляется, слабые моменты в вашей позиции маскируются, и весь спор приобретает бесконечный характер. Еще можно этот прием, кстати, назвать изматывать противника. Ну, это тоже часто у меня в комментариях происходит. Я просто как только вижу, что спорщик начинает в тему спора добавлять какие-то еще левые вопросы, ну, я не знаю, например, у меня было видео об однополых браках, да. Я так, ну, я просто как пример привожу, вы понимаете. И человек там высказывается что-то против однополых браков, я привожу ему свои аргументы, и внезапно у него в споре возникает тема «Крым наш» и действий на Донбассе. То есть понятно, что человек пытается перевести спор в другую плоскость и не отвечать по существу. Зачем мне дальше с ним продолжать общение? Девятое правило. Карл Чапок назвал «тестемония» или «свидетельство». Этот прием основан на том, чтобы указать ссылку на какой-нибудь источник или авторитеты и сказать, там, еще Бисмарк говорил, или еще Ленин говорил. Ну, то бишь, использовать не свои аргументы, а какую-то цитату. И, собственно, при известной начитанности и умении для любого спора можно подобрать подходящую цитату и бить ею противника на повал. Куаско, десятый прием, или в переводе «доколе», аналогичен предыдущему и отличается лишь отсутствием прямой ссылки на авторитет. Просто говорят «уже давно опровергнуто» или «уже давно доказано», или «любому ребенку известно». Это отличный прием, потому что для него вообще не надо приводить никаких аргументов. Тот, кто читает ваш спор, верит вот этому «давно доказано», а противник как раз вынужден опровергать ваши вот эти «давно доказано». Вот этих комментаторов я вообще люто ненавижу, потому что они мне добавляют всякой дополнительной работы, я иногда вынужден действительно лазить и доказывать их неправоту, и со временем мне просто начинает это становиться лень. То есть, если ты сам не доказываешь свои слова, нафига, почему я должен это делать, уходив в бан пакета? Одиннадцатый прием называется «Impossible» или «Нельзя допускать». Ну, тут все просто. Нельзя допускать, чтобы противник хоть в чем-то оказался прав. Стоит признать за ним хоть крупицу разума и все, или правоты, и полемика проиграна. Если какие-то факты нельзя опровергнуть, то всегда можно перейти на личности и воспользоваться любыми из десяти приемов, которые я вам описал чуть раньше. Ну и последний прием «Jubilari» или «Торжествовать». Это один из самых важных приемов, поэтому он и последний, и состоит он в том, чтобы поле боя надо всегда покидать с видом победителя. Искушенный интернет-спорщик никогда не бывает побежден. Потерпевшим поражение всегда оказывается его противник, которого сумели убедить, или с которым покончен, или, как в вашем этом интернете кислэнг, «Слился и слив засчитан». В спорте, если кто-то кого-то победил, например, да, то побежденный признает свое поражение. В интернете же, чтобы в споре, да, люди согласились о чем-то и признали, что да, вы меня убедили или нет, вы меня не убедили, это, конечно, надо очень постараться. Поэтому и ощущение иногда бывает, что вы в клаку вступаете, когда читаете комментарии к видео. Вот такие 12 приемов литературной полемики описал Карл Чапок. Я постарался их вам пересказать своими словами. Надеюсь, это видео поможет вам хотя бы у меня в комментариях вести себя поспокойнее и поинтереснее. На этом все. Спасибо, что смотрели. Всем пока.